Добрый вечер! Я рад вас видеть, я надеюсь, что мы поговорим, что у нас будет интересная беседа. Давайте мы сделаем все очень просто. Я не буду рассказывать какие-то долгие истории сам, а предоставлю в начале слово вам. Сергей Васильевич, скажите, пожалуйста, только у вас фанатов именно ваших книг. Как вы можете это объяснить? Они, во-первых, просто известны, популярны. Де-факто я несколько лет был самым издаваемым писателем в России. Когда книги расходятся большими тиражами, то, конечно же, и читателей много. Ну, наверное, хочется верить в то, что книги как-то задевают людей за живое, что что-то им говорят, к чему-то побуждают. И поэтому им хочется читать дальше. Я в свое время, когда только начинал писать, поставил для себя такую цель, так довольно громко ее сформулировав, что я хочу, чтобы читатель, беря в руки мою новую книгу, никогда не знал, про что она будет, но всегда узнавал, что это Лукьяненко. То есть я поставил для себя принцип, что надо писать как можно более разнообразные книги, но стараться, чтобы они были максимально интересными. Ну, я стараюсь следовать этому принципу, хотя, наверное, все равно какие-то есть наработанные приемы, есть какие-то стандартные схемы, и читатель так уже скептически смотрит, говорит, ага, сейчас если герой получит всемогущество, он точно от него откажется, как это обычно бывает у Лукьяненко. Но я стараюсь, я с этим борюсь. В следующий раз не откажется. Сергей Васильевич, почти у каждого писателя есть интересная история о том, как он пришел в литературу. А у вас есть такая история? История есть, она, с одной стороны, банальная, с другой стороны, ну, довольно забавно, заслуживает того, чтобы рассказать. Я любил читать фантастику всю свою жизнь, начиная с раннего детства, лет с шести, когда только научился читать. Но у меня и мысли не было попытаться что-то написать самому. Пока однажды наступил какой-то скучный вечер, и вот, обнаружив, что мне как-то нечем заняться, я подумал, а не написать ли какой-нибудь фантастический рассказ, такой, который я бы сам захотел, например, прочесть. Я написал за вечер три рассказа и обнаружил, что мне это дико нравится. На следующий день принес их в институт и показал своему другу, тоже увлекавшемуся фантастикой, сказал, что когда-то я писал в школе фантастику. Посмотри, он прочитал, у него загорелись глаза, он закричал, что слушай, да это здорово, а еще что-нибудь есть, я сказал, ну, сейчас поищу, может быть, что-то сохранилось. Пришел домой, написал что-то еще, показал, и обнаружил, что моим друзьям то, что я пишу, нравится, и стал писать дальше. Потом стал посылать эти рассказы в журналы, в один, другой, третий, стал получать, ну, как положено, отказы, а потом из одного журнала, из другого, из третьего стали приходить уже более такие доброжелательные отзывы. Где-то и говорили, что, знаете, мы этот рассказ публикуем. И так я и стал писать. Скажите, а какие книги вы читали в детстве? Я читал в детстве практически все, до чего мог дотянуться. Наверное, это к счастью, потому что, если бы был нынешний выбор книг, когда человек заходит в интернет, и вот перед ним вся мировая библиотека, наверное, я бы тогда читал только фантастику. Но в моем детстве такой ситуации не было, и поэтому я читал все. Я читал фантастику, я читал классику, я читал Журсант, я читал Диккенса, я читал Чехова, я пытался читать Толстого, понял, что 8 лет это тяжело. А вот, скажем, Гюго пошел замечательно. То есть в первых, вторых, там, третьих классах я читал Гюго с совершеннейшим упоением. И вот этот его тяжеловатый, нудный, обстоятельный стиль почему-то совершенно гениально подходил для ученика младших классов. То есть он мне дико нравился. Почему, не знаю. Сейчас, наверное, если попробую, перечитать не смогу. Я читал Жуля Верна, я читал Уэллса, то есть я мог прочитать день 3, 4, 5 книг. То есть именно прочитать, когда я их брал в библиотеки, то библиотекарши, в общем-то, были в ужасе. Они решили, что мальчик с какой-то своей странной целью их обманывает. И когда я утром взял 3 книги и вечером попросил еще 2-3, мне устроили такой допрос с пристрастием, о чем рассказывается в каждой книге. Но зато, когда я подробно объяснил и пересказал, мне открыли, так сказать, спецфонд, где хранились там несколько книжек Булучева и прочие редкости. На самом деле я даже сочувствую современной молодежи, которая избалована вот этим доступом к хорошей фантастике, к хорошей увлекательной литературе. Современный молодой читатель, он как ребенок, которого пустили в кондитерскую лавку и сказали, пожалуйста, можешь кушать шоколад сколько тебе угодно. И он с удовольствием ест этот шоколад, у него уже начинают выпадать зубы, у него уже кожа покрывается прыщами, но он, разумеется, не ест невкусное брокколи, потому что рядом есть шоколад. А зря, надо. Сергей Васильевич, рассказ, история фэндома, взгляд наискосок, автобиографично или это просто такой художественный прием? Нет, это абсолютно чистая правда. Это один из розыгрышей, который я в свое время делал. Жил тогда еще в городе Алмата, тогда еще был Советский Союз, это была единая страна. А в Казахстане есть такое Аральское море. А в Аральском море есть остров под названием Барсакельмес, что в переводе с казахского означает «пойдешь, не вернешься». История этого острова трагична, но проста. Когда-то зимой там замерзла какая-то кочующая семья казахская. Ну и остров так печально назвали. Но внезапно из Москвы любители фантастики написали, мне тоже, как любителю фантастики, начинающему писателю, написали письмо. Мы слышали, что существует такой остров Барсакельмес в Аральском море, и там происходят какие-то загадочные явления. Я сказал, да-да, конечно, я сейчас все узнаю. После этого я сочинил казахскую народную сказку, в которой отважный кабланды Батыр, такой казахский народный герой, сражался с какими-то злодеями, потом убежал от них на этот заколдованный остров. А когда вернулся через день, оказалось, что прошло уже 40 лет, и все его враги состарились, и он их легко победил. Потом я сочинил письмо какого-то рыбака, который на этом острове видел таинственные летающие объекты и так далее, и так далее. Я все это послал в Москву, и к моему удивлению, и, в общем-то, даже ужасу, это приняли настолько всерьез, что отнесли в серьезный в ту пору журнал «Техника молодежи», и там весь этот ужас был опубликован. Причем на полном серьезе, как доказанные факты, и рассуждали о том, что там происходят провалы во времени, происходят, видимо, прилеты инопланетян, и требовали от Министерства, там, или от Академии науки, не помню уже, от кого требовали денег на организацию научной экспедиции. Причем мы ими ни разу не упомянули. То есть там было так написано, что по материалам исследований там казахских товарищей, ну, мне было очень обидно, авторство слегка затеряли. Вот. Потом прошло еще несколько лет, и уже где-то в интернете я обнаруживаю сайт уфологов, на котором рассказывается какая-то удивительная история про прилет инопланетян, и пишут, конечно, вы можете не поверить, но ведь совсем недавно еще люди высказывали сомнения про тайну острова Барсакельмес, например, а сейчас уже надежно доказано, что там происходят таинственные явления. С тех пор я перестал совершенно верить во все вот подобные уфологические истории, потому что я понял, как они возникают, как они конструируются. Сергей, когда вы переехали в Казахстан, сколько вы там прожили, и восточный менталитет как-то повлиял на ваше мировоззрение? Я в Казахстан не переезжал, я там родился. То есть там жили мои родители, когда-то переселившиеся туда, так сказать, в рамках великих переселений народов наших. Я там родился, вырос, рос я вначале в городе Джамбуле, это такой маленький южный город, сейчас называется Тарас, если не ошибаюсь. Потом я жил в Алма-Ате, там учился на врача, а потом уже где-то в 96-м переехал в Москву. Я люблю Казахстан, это хорошая, красивая страна, и в общем, это, конечно, моя такая маленькая родина. Ну, она была частью большой родины все-таки в свое время. А Россия – это страна, где я живу, где мои читатели, собственно говоря, русский человек пишу на русском языке. Сергей Васильевич, можно у вас спросить о дозорах? Вы вообще пишете в разных жанрах фантастики, а вот этот цикл дозора задумывался как философская притча или как фантастическая сказка? Вы знаете, он задумывался как фантастический детектив, точнее даже, наверное, как фантастический шпионский роман. Если мы вот уберем вот эту всю мишуру, то есть противоборствуют светлые маги, темные маги, вампиры, оборотни, то у нас получится такое классическое противостояние хороших парней и плохих парней, как говорят американцы. При этом мы прекрасно понимаем, что вот эти две враждующие силы, две спецслужбы, по сути, они, в общем-то, друг друга стоят и методами своими, и подходами, но мы все равно болеем за нашу сторону, потому что она наша, поэтому вот я болею за ночной дозор. Я вначале думал сделать это в таком традиционном средневековом антураже и с ужасом понял, что очень много всего придется изучать. То есть самый банальный вопрос, чем люди вытирали руки, чем мыли, что заменяло мыло, были ли пуговицы или завязочки на одежде и так далее, и так далее. То есть масса вопросов требовала некого изучения, а мне хотелось начать писать быстро. Я понимал, что мне сейчас придется затратить некоторое время на погружение в такую более-менее правдоподобную историю средневековья, бытовую. То есть с тех пор я эту историю изучил, поэтому у меня есть книги, где действия происходят уже в таком условно-средневековом мире. А тогда я просто решил ради экономии собственного времени и, может быть, читательских сил поместить вот этих вот волшебных героев в наше время и на все это наложить атмосферу шпионского боевика. Ну и это оказался такой очень удачный ход. Хотя меня очень долго отговаривали издатели, они говорили, что у меня хорошо получаются космические оперы, их и надо писать. Вот. А кому нужна эта странная история про магов и волшебников, которые живут сейчас в наши дни? То есть читать это никто не будет, и я, как здравомыслящий автор, конечно, не должен это писать. Это смешно, но это, скажем, такой урок начинающим авторам, что надо все-таки в первую очередь ориентироваться на собственное ощущение правоты. Потому что потом издатели, конечно, были очень рады, что на своем не смогли настоять. Сергей, а вот вы сами ожидали такого бурного успеха именно от дозоров? И что, на ваш взгляд, повлияло на то, что они стали такими модными? Литературная основа или яркая экранизация? Я ожидал, что книга будет достаточно популярной. Ну, собственно говоря, когда пишешь книгу, на каком-то этапе, на какой-то момент понимаешь, насколько она удачна и насколько должна зацепить читателя. Иногда я понимаю, что книга хорошая, но она не станет суперпопулярной, например. А иногда понимаю, что у нее, ну, есть шансы стать очень популярной. Вот с дозорами, в принципе, было так. И, собственно говоря, я с самого начала понимал, что она очень хороша для экранизации. Скажем так, наиболее проста и при этом зрелищна. Разумеется, успех во многом связан с экранизацией. Даже, скажем так, не с самим фактом выхода фильма, а с той мощной рекламной кампанией, которая была. И в результате зритель, посмотрев кино, в неком недоумении уходил из кинотеатра и решал, что надо все-таки понять, про что здесь было все снято. Про что говорится в фильме. Вот. И книга действительно взлетела в популярности, причем не только у нас. Она стала популярна во всем мире. Она переведена сейчас, по-моему, на 25 или около того языков. То есть вышла практически во всех крупных странах мира. Сейчас там из последних вышедших это Турция, Финляндия. То есть уже такие вот какие-то государства, которые, ну, не самые, наверное, центры любви к фантастике. Конечно, это во многом заслуга кино. То есть кино, оно как было великим агитатором и пропагандистом, так оно им и остается. И все авторы это прекрасно понимают. И, в общем-то, считают, что экранизация, тем более фантастического фильма, это большая удача. Даже если режиссер все переделает. Сергей Васильевич, скажите, а как у вас рождаются такие интересные фантазии, такие глубокие, проработанные разнообразные миры? Извините, я не увидел, кто говорит, там, пристаньте просто. Ага, ой. Вот я все вокруг вас, да, так обшарил. А вы знаете, каждый раз это происходит по-разному. Вот с тем же дозором все было очень просто. Идея шпионский боевик, но только это будут волшебники в наши дни. То есть мир сразу начал вырисовываться, исходя из этой посылки. Если волшебники живут среди нас, почему мы их не знаем? Значит, они таятся. Если они таятся, то кто-то же наверняка нарушает эти правила. Значит, есть такая полиция волшебная, там, ночной дозор. А если есть полиция у хороших, наверное, есть полиция и у плохих. Дневной дозор. И сразу возникает вот такая вот некая ситуация, в которую помещаешь героя. Герой тоже берется очень просто. Он не должен быть изначально очень крутым, иначе будет неинтересно читать. Он должен быть таким, которым может себя почувствовать каждый человек. Значит, он у нас волшебник, но начинающий, не очень умелый. Вот. И далее из этого развивается сюжет. Бывает совершенно по-другому. Бывает, что какой-то образ главного героя. Начинаешь отталкиваться от него, и на это все вдруг наворачивается все остальное. То есть появляется идея про мир, где есть бессмертие, есть некое такое техническое устройство Атан, которое позволяет человеку ожить после того, как он умер. Если в этом мире можно покупать бессмертие, то, видимо, это мир такой достаточно жестокий, мрачный, где, в общем-то, масса крови, убийств и прочего. Тогда, значит, главного героя будет очень интересно убить на первой странице, а потом оживить. Потому что начать книгу с убийства главного героя – это всегда интересно. Вот. И вот таким образом из какой-то появившейся такой первой идеи начинает раскручиваться мир. Вы знаете, вот как в раковину жемчужницы попадает песчинка, и раковина начинает ее обволакивать перламутром, чтобы не было больно. Ну, а так вот какая-то сюжетная идея, она обволакивается, обволакивается слоями, пока не превращается в жемчужину. Иногда красивую, ровненькую, иногда корявую. Ну, как получается. Сергей Васильевич, вам как писателю-фантасту удалось что-то предсказать? И как вы относитесь к идее, что писатели-фантасты готовят психологическое человечество к будущим мировым реалиям? По большому счету, наверное, писатели-фантасты скорее предупреждают о тех реалиях, которые бы нам не хотелось увидеть, поскольку всегда интереснее писать о чем-то не очень утопическом. Утопический мир, он изначально настолько хорош, что про него и писать-то как-то скучно. Предугадать, вы знаете, были какие-то там чисто технические мелочи. Ничего уровня гиперболоида, в общем-то, не удавалось придумать. Но, собственно говоря, я и не знаю современности писателей, которые бы что-то подобное угадали. Единственный был, пожалуй, Артур Кларк, который угадал идею геостационарных спутников-ретрансляторов и спутников связи. Он очень долго переживал, говорил, если бы я в 1956 году запатентовал эту идею, то я бы владел половиной мира. Гораздо чаще удается угадать, какие это, может быть, социальные ситуации. Опять же, как правило, не самые лучшие. Там из каких-то происходящих конфликтов, войн и так далее. Такие вещи бывают, они рассыпаны по книгам. Там можно найти упоминания и про войну в Югославии, например, за год до того, как она началась. И так далее, и так далее. Как вы думаете, каким будет мир через 50? В каком направлении движется человеческая цивилизация? Вы знаете, это очень опасный прогноз. С другой стороны, ну, кто меня через 50 лет спросит за то, что я сейчас скажу? Дочка. Поэтому могу сказать, что все будет замечательно. На самом деле в мире будут побеждены войны, большинство болезней. Человечество расселится по ближайшим планетам Солнечной системы. А если серьезно, вы знаете, я думаю, что все равно в целом какой-то общий вектор развития человечества, он все-таки позитивный. То есть все-таки мир очень медленно, мучительно и с шажками назад, но он становится лучше. То есть я надеюсь, что через 50 лет мир действительно будет более симпатичен, чем сейчас. Но при этом мы легко можем за это время сделать несколько очень больших шагов и назад, и в стороны. Могут произойти серьезные военные конфликты и все что угодно. Сергей Васильевич, скажите, как вы относитесь к генной инженерии, и что сподвигло написать вас роман «Геном»? Я отношусь к генной инженерии с таким осторожным оптимизмом. В человеческом теле заложена масса возможностей, которые заложены только в потенциале. Генетическая инженерия, она способна это вытянуть наружу. Это большое искушение, это одновременно, конечно, и большая опасность, потому что можно вытянуть, конечно, и то, что нам не понравится. Но один из путей развития человечества – это действительно максимальное какое-то возможное владевание ресурсами нашего тела, нашего организма. Да, это может привести к тому, что человечество разделится на какие-то даже внешне непохожие виды людей. Такую картину я описывал в романе «Геном». И на самом деле я считаю, что это, наверное, тот мой роман, который может быть максимально пророческим. И, возможно, там через 200 лет будут говорить, вот как хорошо предугадал писатель Лукьяненко, как будет развиваться человечество. Сергей Васильевич, почему, как вы думаете, сегодня популярен жанр фэнтези, а научная фантастика ушла на второй план? Фэнтези – это возможность упростить мир. Дело в том, что современная жизнь, она, конечно же, очень сложна, она напряжённа, она идёт по правилам, которые мы не всегда понимаем, а даже когда понимаем, зачастую не хотим принять. В фэнтези всё, в общем-то, гораздо проще. Там зримее и чётче враг, там понятнее друг, там, конечно, есть свои интриги и прочее, но по большому счёту есть тёмные властелины, есть отважные герои, которые ему противостоят. Вот эта вот любовь к фэнтези – это своего рода отдых сознания от того, что происходит в нашем мире, в современном. То есть, своего рода психотерапия. Фэнтези может поднимать и очень серьёзные проблемы, проблемы и философские, и социальные, и теологические, какие угодно. Но по большей части фэнтези – это именно такая отдушина. Сергей, в нашем обществе бытует очень крепкий основательный стереотип о том, что фантастика – это литература второго сорта, что это развлекательное чтиво. Имеет ли право этот стереотип на существование или должен быть разрушен? Вы знаете, ситуация в том, что любая литература делится на, скажем так, мягко хорошую и плохую. Фантастики, может быть, благодаря популярности этого жанра, может быть, благодаря тенденции ярко, красиво оформлять обложки, и сразу становится понятно, что внутри. Вот фантастики, поэтому плохая литература, как правило, вся на виду. Очень часто достаточно даже быстрого взгляда на книжку или нескольких прочитанных страниц, чтобы, ну, в общем-то, понять, что речь идет о бульварной литературе самого такого низкого развлекательного сорта. Я не говорю, что это плохо, я не отказываю в праве на существование никакой литературе, в том числе и фантастической бульварной. Это тоже литература. Но фантастики, знаете, действительно, вот эти вот не лучшие образцы жанра, они все на виду. И когда серьезный какой-нибудь критик, человек, привыкший читать всю жизнь лучшие образцы мировой литературы, берет первую попавшуюся книгу, открывает ее и читает несколько строк внутри, он в ужасе захлопывает и говорит, фантастика, это все страшная ерунда. Разумеется, это не так. Но 90% любой литературы все-таки не очень хорошего сорта. Я думаю, эта пропорция выдерживается и в классической литературе, и в фантастической примерно одинаково. А из оставшихся 10%, наверное, процентов 9 это будет просто хорошей литературой, а 1% будет замечательным литературным произведением. Так везде. Анекдоты профессиональные в вашей среде писателей и фантастов существуют? Ну, какие-то есть, конечно. Вспоминаю анекдот про ночной дозор. Стоят две козы за сельским кинотеатром, жуют кинопленку. Одна говорит, что-то мне ночной дозор не нравится. Другая отвечает, да, книжка была вкуснее. У отечественной фантастики есть национальная специфика? Есть, есть, разумеется. Ну, например, вот американская фантастика, она сильна построениями миров. Мы в этом плане менее активны, мы скорее играем с героем, с отдельным человеком. Вот, казалось бы, странно, мы всегда говорили, что американцы не индивидуалисты, мы коллективисты. А фантастики почему-то оказываются наоборот. Сейчас в отечественной фантастике есть, конечно, такое совершенно мейнстримовское направление основное. Это истории про попаданцев. Попаданцы – это люди, которые случайным образом попали в какую-то другую эпоху. Ну, как правило, в прошлое. И там изменили ход течения истории. Вот попал человек в 41-й год, смотрит на календаре 1 мая. Ё-моё, да скоро же война. Бежит сразу к товарищу Сталину. Объясняет ему, как надо воевать, какое оружие делать, где ждать, когда главный удар врага. Ну и, глядишь, сразу побеждаем малой кровью. Или там попадает человек куда-нибудь в Петровскую эпоху. Ну, тут же сразу опять всех учат, как надо развиваться, как строить правильное государство, весь мир победить. И это своего рода такая, я бы сказал, тоже лекарственная фантастика. То есть, де-факто, все-таки в нашей стране существует большой комплекс по поводу того, что от статуса некой супердержавы мы стали, ну, скажем так, региональной супердержавой, назовем это так. И подобные книги, они, в общем-то, как бы лечат вот этот наш национальный комплекс. Но, собственно говоря, в этом жанре тоже есть хорошие, интересные вещи. Тогда у меня сразу целых два вопроса. Первый. А от вас можно будет ожидать книжки о попаданцах? Нет. Я даже иногда могу прочитать какую-то такую книжку, потому что мне тоже иногда требуется лекарство для поднятия, скажем так, имперского мышления и национального духа. Но сам писать не буду. И второй вопрос. Можете, конечно, не отвечать, если это личное. Как вы пришли к православию? Я пришел очень просто к православию. Я писал книгу «Холодные берега», где дело происходит в таком альтернативном мире, где место христианства заняла иная религия. А почему она ее заняла? Потому что там в свое время царь Ирод преуспел, он убил Христа во младенчестве. Но благодаря мольбе Христа человечество не было уничтожено, а место Христа занял обычный человек, который попытался в меру своих сил выполнить то, что должен был выполнить Мессия. И по мере того, как я писал эту книгу, мне пришлось перелопачивать очень большое количество литературы. В первую очередь, разумеется, Библию пришлось прочитать всерьез. Пришлось прочитать множество апокрифической литературы, апокрифические Евангелия и так далее, и так далее. И, собственно говоря, дописав эту книгу, я внезапно понял, что называть себя неверующим человеком, как я говорил до этого, я уже не могу. Ну, поэтому, как честный человек, я в такой ситуации был просто вынужден пойти и принять крещение. Все-таки писатель-фантаст – это особый склад ума. Ну, наверное, да. Вы понимаете, я знаю как бы много писателей-фантастов. Они все совершенно разные люди, с разным характером, разным темпераментом и разных профессий в миру. Но, наверное, какая-то определенная черта общая у всех должна быть. Наверное, это некое любопытство, наверное, это какое-то такое детское желание поверить в чудеса. Вот. И если уж не удается самому на чудо наткнуться, то, по крайней мере, придумать его и рассказать. То есть эта черта наверняка есть у всех. Потому что иначе, ну, мы занимались бы каким-то другим делом. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Васильевич, вам польстило, что у любимой писателя нашей шпионки Анны Чапман? Ну, в общем, польстило. Не, на самом деле, я от очень многих людей, интересных, известных, самых разных, необычных порой профессий, слышал такие вещи. Я думаю, что Анна не исключение. Ну, мне приятно, что даже наши работники невидимого фронта в свободное время читают мои книжки. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Васильевич, сейчас в средствах массовой информации много говорят о конце света. Скажите, вас, как писателя-фантаста, не искушает перспектива написать что-то о конце света? Про конец света писатели-фантасты писали неоднократно. Это тоже очень популярное такое направление литературы. Про него еще с большой иронией писал в свое время Станислав Лем, который вообще человек очень ехидный, за что его, кстати, крайне не любили американские писатели-фантасты. Он все время над ними издевался. Но вот когда-то это направление было очень популярно в американской литературе, сейчас оно перекочевало к нам. Прилетает огромный метеорит, падает на землю, и всем становится плохо. Но мы привыкли к любым испытаниям, у нас скоро снова все хорошо. Или случается война, но снова опять все хорошо. Мне на эту тему писать немножко скучно, потому что это все сводится, по большому счету, к историям о выживании. Как правило, на протяжении нескольких глав герои живут ничего не подозревая, потом происходит что-то, а потом герои мужественно сражаются с неприятностями. Очень однообразная схема. Есть несколько интересных книг, которые в рамках этой схемы были написаны. Если вдруг какой-то, например, неожиданный такой ход придумаю, я бы, наверное, мог что-то написать. Но пока не придумал. Сергей Васильевич, а занятия психиатрией, хоть и недолгой, соответствующие высшей медицинской образовании, как повлияли на вас как писателя? Фантазии пациентов идеи не подкидывали? Да нет, фантазии пациентов, они все-таки довольно банальные, обычные. Хотя я встречал в интернете мнение про то, что Лукьяенко же психиатр, наверное, ему психи рассказали массу всяких интересных историй, и он теперь записывает. Образование, знаете, просто любое образование, высшее образование, тем более, оно просто по-другому структурирует мозги. То есть оно позволяет лучше работать с информацией. И я не замечал каких-то больших отличий того, как пишут химики, астрономы, физики, милиционеры, врачи. То есть все эти профессии, они в изобилии есть среди писателей-фантастов. Но единственное, что когда, там, скажем, писателю-фантасту Александру Громову надо что-то спросить по медицине, он звонит мне и спрашивает. А когда мне надо спросить что-то по астрономии, я звоню ему и спрашиваю у него. Ну и так далее. То есть некий такой коллектив, такая взаимовыручка писательская. А так, по большому счету, образование само по себе полезно. Неважно, это образование врача, психиатра или, там, инженера-строителя. Может быть, нужно преподавать фантастику в школьном курсе литературы. Не надо, ни в коем случае. Понимаете, в школьном курсе литературы надо преподавать то, что дети иначе постараются не прочесть. А фантастику они, скорее всего, прочтут сами. Опять же, это очень хороший способ отбить интерес к тем или иным книгам, это ввести их в школьный курс литературы. Потому что, когда заставят написать сочинение, там, расскажите про образ Антона Городецкого как светлого волшебника, после этого ни один школьник больше мою книжку в руки не возьмет. На самом деле, я когда искал старшему сыну школу, мы с женой ходили по нескольким школам, потом зашли в одну, нас провели по кабинетам, и вдруг в кабинете литературы увидел на доске надпись «Образ Трикса в книге Лукьяенко «Недотепа» или почему он вовсе не «Недотепа». Ну, как-то так. Я начал очень сильно смеяться. Учителя на меня с большим удивлением смотрели. После этого я признался, что я и есть автор этой книги. Говорю, вы что же ее проходите? Они тоже очень смутились, говорят, ну мы так по внеклассному чтению, потому что детям нравится. Ну вот максимум во внеклассное чтение нужно фантастику вводить, а так ее лучше читать дома. Налить стакан чая с вареньем, забраться на кровать с ногами и читать. Сергей Васильевич, когда вы писали роман «Лабиринт отражений» о виртуальном мире компьютерных сетей, вы представляли то, что вы перемещаетесь туда? И как вам в нем жилось? Жилось достаточно интересно. Мне очень нравится этот мир. Это было написано очень давно. Я тогда даже не знал, что такое интернет. Была только компьютерная сеть Фидо. Про интернет мне немножко рассказали друзья, более крутые компьютерщики, которые то ли что-то слышали, то ли даже однажды были. То есть, по сути, оказалось, что книга описывает настоящий интернет. Кстати, там, например, были какие-то вещи, которые я писал как шутку, а потом оказалось, что это правда. То есть я там описал процедуру покупки героям за настоящие деньги боеприпасов в компьютерной игре виртуальной. Собственно говоря, я когда писал, я смеялся на эту тему и думал, что ни один дурак же на свете никогда не будет покупать нарисованные патроны за настоящие деньги. Судя по немножко нервному смеху некоторых сидящих в зале, им доводилось это делать в той или иной компьютерной игре. Так что какие-то вещи я там даже угадывал, то, во что интернет превратится. На самом деле, я люблю эту книжку. Давно идут какие-то шаги к ее экранизации. Шаг вперед, два шага назад. Я надеюсь, что она в какой-то момент будет тоже экранизирована. Хорошо, что зашла речь об интернете. Каково ваше отношение к электронным библиотекам, электронной продаже книг и каково будущее бумажной литературы? Мое отношение к электронной продаже книг очень хорошее, так же, как и к обычной. Беда в другом. Беда в том, что у нас интернет это, в общем-то, территория пиратства. И любую книгу гораздо проще скачать, чем купить. Для писателей это очень плохо. То есть я просто даже не буду повторять банальные вещи. Это понятно, что это убивает литературу, убивает издательство, в буквальном смысле слова. У нас перестают переводить зарубежных писателей. Я знаю много ситуаций, когда та или иная достаточно популярная у читателей серия перестает переводиться, потому что ее перевели, выпустили, она тут же попала в интернет. Все, книги больше не продаются, не допечатываются. Издателю больше неинтересно вкладывать деньги в перевод, в издание. Все, пиратство убивает и наших авторов. Очень много авторов сейчас бросило писать книги. Я опять же говорю про фантастику. Теперь они пишут сценарии к телесериалам, к мыльным операм, к мультикам, к компьютерным играм. А кто-то ушел работать просто по бывшей специальности, по какой-то другой. Причем речь о хороших писателях. Речь не о графоманах. Графоман будет всегда писать сам по себе, ему важен процесс. Так что это меня очень печалит. Выхода какого-то я пока не вижу. В первую очередь, бьет по авторам хорошим, но, скажем так, малотиражным. А бумажную литературу в будущем, как вы думаете, что ее ждет? Бумажная литература сохранится, поскольку, во-первых, не обходился равно формат книги на раз, которую прочитал и выбросил. Грубо говоря, книга для метро, для электрички, для того, чтобы взять на дачу. То есть дешевые издания на плохонькой бумаге с мягким переплетом, они будут жить. И будут жить красивые, глянцевые, дорогие книжки для детей, яркие. И будут жить какие-то энциклопедические издания, книги по искусству. А массовую билетристику, литературу, ее электронка убивает, в первую очередь. То есть и художественную книгу, и стихи, и фантастику, и детективы. Вот эти все жанры, они сейчас просто находятся в глубочайшей беде. Самое яркое воспоминание детства. Самое яркое. Не знаю, наверное, как в школу пошел, там, первый день, то есть это почему-то запомнилось. Не знаю, всем ли запоминается. Но я, как это в первый день уже почувствовал, что тут в этом есть какой-то подвох. Ну, некий шок от того, что умер Леонид Ильич Брежнев. Потому что, как же так, типа, Брежнев умер. Что теперь будет, наверное, война. Ну, или очень яркие воспоминания про ту или иную книгу. Вот, например, друг в школе дал книжку, говорит, слушай, такая интересная книжка. А я самый начитанный в классе. Я думаю, ха, чем он меня удивит. Какая-то сказка похожая детская. Что там за автор? Джон, Рональд, Ройл, Толкин. Ну, ладно, почитаем. Это была первая часть «Властелина колец». Ее выпустили в Советском Союзе в таком сокращенном переводе. После чего замолчали, даже не написали негодяям, что есть продолжение. То есть там все заканчивалось на том, как герои прошли от моря, и все. Что там дальше? Победили Саурона, не победили Саурона. Все непонятно. Но вот это было очень яркое, кстати, впечатление, потому что я действительно был уже очень начитанный ребенок, прочитавший много и фантастики, и классики, но Толкин меня поразил. То есть я понимаю, когда там человек, прочитав Толкина, выстругивает себе деревянный меч и начинает называться эльфийским именем и бегать по лесам. Потому что он может так повлиять мощно. Я был в восторге. Я даже мечтал написать продолжение. Я же не знал, что оно есть. В интернете прочла, что вы владеете гипнозом. Это правда? Да, это правда. На самом деле, в гипнозе ничего особо таинственного нет. Это интересная, хорошая методика, которую, в принципе, на мой взгляд, любой врач-психиатр должен уметь владеть. Я думаю, что вот из зала, из присутствующих здесь, я мог бы выбрать трех-четырех человек, которых мог бы загипнотизировать прямо на сцене, прямо сейчас. Но мы не будем делать таких экспериментов. Это хорошая методика, это хорошая врачебная методика. Про нее говорят многое, иногда придумывают какие-то там ужасы. На самом деле, ужасов никаких нет. Человек под гипнозом никогда не совершит то, что он не совершит в реальной жизни. Даже если он будет уверен, что в руках у него настоящий нож, он никого им не ударит, даже если ты будешь ему приказывать. Но для врача, для психиатра это вполне рабочая, хорошая вещь. У нее отец врач-психиатр, и, собственно говоря, я скорее даже от него обучился, чем в мединституте. К слову, о Толкине, вернемся к нему, и о психиатрии. Множество людей сейчас увлекается ролевыми играми по вашим дозорам. Вот как вы считаете, как возникают эти сообщества, и что движет этими людьми? Ну, я думаю, это точно такое же желание поиграть в понравившийся мир, вот которое было у меня, когда я хотел дописать понравившуюся книжку, не знаю, что она написана. Если человек проводит время каким-то образом, и этим никому не мешает, то почему бы и нет? То есть, почему человека, который собирает марки, или выпиливает лобзиком, мы считаем вполне нормальным человеком, а человека, который бегает с деревянным мечом, мы считаем сумасшедшим, например. Нет, все нормально. Главное, чтобы вот эти все игры, они действительно, ну, не заводились слишком далеко, чтобы человек понимал, что это игра, что реальность, она другая. Это знаете, вот когда я сажусь за компьютер и начинаю писать, я должен верить в то, что происходит. Я должен верить в волшебников, должен верить в инопланетян, я должен во все это верить. Иначе я буду фальшивить, и вы все это почувствуете, когда возьмете книжку. Но если я, встав за компьютер, буду продолжать во все это верить, то меня надо будет лечить. Вот я думаю, точно так же, наверное, когда человек играет во все это, играет в какие-то придуманные миры, бога ради, лишь бы, закончив играть, он не забыл, что он не бессмертный, не волшебник, не чародей. Ваш главный недостаток, главное достоинство, и что вы думаете о природе человека? Ну, мой главный недостаток это скромность. Мой главный недостаток это большая эмоциональность. я знаю этот факт в себе, с одной стороны, это же, наверное, является определенным достоинством, потому что я пишу во многом на эмоциях, но я могу вспылить, могу резко высказаться, например, могу завестись, то есть это есть, я овен по гороскопу, и, в общем, то, что пишут про овнов в гороскопах, отвечает моему характеру. С другой стороны, безэмоциональный писатель, но это не интересный писатель, то есть есть люди, которые умеют совершенно отстраненно, сухо конструировать текст, но мне их книги всегда тоже казались какими-то немножко холодными, искусственными. Что я думаю о природе человека, я думаю, что она очень дикая природа. На самом деле, человек это действительно совершенно уникальное животное, которое сумело осознать себя, осознать окружающий мир. И главное, наверное, в нашей природе то, что мы вообще сумели обо всем этом задуматься и сейчас задавать такие вопросы и пытаться понять, кто мы есть. Вам, как врачу, не кажется, что ваши миры, ну, видимо, имеется в виду дозоры, вредят людям с нестабильной психикой? Сталкивались с такими? Ну, я получал иногда письма, например, я прочитал ваши книги и я понял, что придумать это невозможно, это все правда, пожалуйста, скажите мне, как попасть в дозор? Ответ, я все это придумал, не принимается. Или там письмо, что мне кажется, что моя сестра темная иная, что с этим делать? я никогда не отвечаю на эти письма, потому что есть такой старый завет врачей-психиатров, никогда не позволяю больному впутать тебя в свой бред. Да, любая книга, к сожалению, может человека психологически неуравновешенного или больного может подвигнуть на какие-то странные действия, может свести с ума. Вы знаете, такой книгой может быть все что угодно, от фантастики до колобка. Так что тут остается лишь развести руками и надеяться, что даже те, кто слегка сойдут с ума от тех же дозоров, решат, что они светлые иные, будут стараться приносить добро людям. Почему вокруг фантастики такая бурная жизнь? Реальные виртуальные сообщества, огромное количество премий, даже сленг свой. Я не знаю, честное слово, это какая-то загадка. То есть действительно, во всем мире у фантастики существует свой какой-то огромный такой немыслимый слой поклонников. То есть люди съезжаются со всего мира, проходят конвенты всемирные любители фантастики, уорлдкон, так называемый, есть еврокон, у нас в России проходит Роскон, то есть приезжают люди, тратят время, деньги, встречаются, обсуждают книги, награждают авторов призами. Зачем, почему, почему так же не собираются поклонники дамского романа, почему даже детективщики так не собираются? По-моему, они скорее наоборот, друг от друга как-то все шарахаются по большому счету. Но фантастики действительно какая-то своя волшебная аура и люди, которые в этот круг попадают, они все, они уже немножко оторваны от общества, они будут целый год ждать очередного конвента, копить деньги, переписываться с друзьями, ожидать, чтобы потом приехать и радостно встретиться. ну вот какая-то своя волшебная аура. Есть она. Вы определяете свой жанр как фантастика жесткого действия или фантастика пути. Что это, почему? Ну, на самом деле, это когда-то так определяло. Собственно говоря, я тогда писал, все книги у меня были очень такие жесткие, то есть, если уж герой доставал бластер, то вокруг горело все. Если взрывали планеты, то тоже дюжинами. Мне было очень интересно, в принципе, мне и сейчас-то интересно, но уже не так постоянно писать фантастику, где герой бегает, прыгает, сражается, с ним происходит масса событий. Когда человеку 20 лет, он не может, да и не должен, наверное, писать что-то более спокойное и серьезное. Нужно немножко так вот попрыгать. Сейчас я пишу все-таки чуть более спокойные книги, по большей части. Путь, мне просто очень нравится образ пути. Путь это дорога, это продвижение из какой-то точки в другую и не важно, собственно говоря, куда мы идем, важно то, что происходит в пути. Потому что наша жизнь это тоже движение между двумя точками, из одной мы пришли и в другую мы уйдем. И по сути все интересное с нами здесь происходит на этом отрезке, между двумя точками. вся наша жизнь это путь. Что там будет дальше, будет ли другой путь, увидим. Сергей Васильевич, в настоящее время тема вампиризма и вампиров она приобретает все больше и больше известность. Дошло до того, что вампиры образовали уже собственную субкультуру. По вашему мнению, с чем это связано? Меня даже несколько пугают вас черный костюм и, по-моему, черный галстук. Вы знаете, я как-то пошутил, но в этой шутке есть доля правды, что вампир это такой символ современного общества, это идеальный потребитель, идеальный гламурный персонаж. Он всегда молод, он всегда красив, он обаятелен, он таинственен, он потребляет в высшем смысле этого слова, он пьет чужие жизни. Поэтому вампир это своего рода такой образ действительно нашей современной гламурной тусовки. Ну, я не очень люблю гламурную тусовку, вампиров я тоже не очень люблю. Это одновременно, конечно, и страх человека перед чем-то необычным, и такой притягательный, завораживающий аромат, ну, не знаю, там, греха, тайны, чего-то страшного и жуткого. Но, честное слово, мне гораздо больше нравится такой старомодный подход к вампирам, когда берется осиновый кол, крепкий молоток, ну, еще фляжка со святой водой и вперед. Спасибо еще раз всем пришедшим. На самом деле, было очень приятно с вами пообщаться, и самое главное, что я хотел бы вас всех попросить, любите книгу, любите книгу, любите разную книгу, не только фантастику, я сейчас не буду тянуть одеяло на свой фантастический цех. Любите книги, они делают нас лучше и умнее, вот это самое главное. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ